Дворовые территории по проспекту Мира сегодня один из самых проблемных участков. Осенью прошлого года здесь начали реконструкцию, но в полном объеме завершить ее не получилось. Возобновить работу удалось только сейчас. На объекте появился бытовой городок и бригада строителей. В том году мы сделали пешеходные связи, которые идут вдоль дома и входные группы вдоль домов. В этом году мы делаем противоположную сторону, зеленая зона, там где борт второй. То есть мы там демонтируем, где у нас есть возможность, расширяем проезды, делаем дополнительные парковочные места, устанавливаем новый дорожный борт, поднимаем люки. Где их необходимо, мы заменяем люки и канализационные, и остальные по связям. И укладка асфальта. Пользуясь случаем, хотел бы попросить собственников автомобилей по проспекту Мира, там, где, если вы видите, производятся работы, постараться не ставить в зону производства работ автомобили, потому что это будет затягивать работу. Работы на объекте ведет УМС-108. Сейчас строители ведут демонтажные работы, убирают старый борт и расширяют проезжую часть вдоль домов с нечетной нумерацией. Параллельно благоустраивают пешеходные дорожки и входные группы дома номер 11, который не вошел в прошлогодний проект. Объем работ большой, говорят строители. Чтобы выполнить все запланированное, потребуется около двух с половиной месяцев. В ближайшие дни начнутся аналогичные работы по другой стороне проспекта, где расположены дома с четной нумерацией. Там будет работать подрядная организация ПМК-10. На завершение всех работ потребуется порядка 700 тысяч рублей. Также на этот год запланирована замена асфальта на улице Заслонова по всей ее протяженности. Часть работ на участке от перекрестка с Ленинского комсомола до пересечения с Ленина уже выполнена. На очереди – следующий участок. Кроме замены асфальта и нанесения новой разметки, планируется устройство кольца на пересечении Заслонова и Молодежной. Мы будем делать кольцевой перекресток на пересечении с улицы Молодежной. Наш знаменитый поворот на Тычины, и когда после 17.00 там постоянно у нас пробка стоит, вплоть до, чуть ли не до перекрестка с Козлова. Бывают такие дни, поэтому мы хотим разгрузить это направление устройством кольца. Что касается дальнейшего ремонта дворов, то на этот год новые объекты не запланированы.